Audi представила новое поколение Audi A5, которое заменит A4, но без кузова, седан. Cadillac раскрыл рестайлинговый Escalade, а в России озвучили новые ставки утиль сбора, которые сделают автомобили еще дороже. Здесь неделя на колесах, с вами, как всегда, Катя. Поехали! Привычное нам название Audi A4 уходит в прошлое. Теперь под этим четным индексом будут выпускать электромобиль, а машины с ДВС переходят в семейство A5. Собственно, новые A5 немцы и представили на прошлой неделе. Правда, седанов в гамме теперь нет, только лифтбэк и универсал. Платформу, на которой их построили, называют новой, но ноги у нее растут из знакомой MLB Evo. Однако новая A5 стала длиннее и шире, да и колесная база выросла почти на 7 см. Снаружи легко узнается новый корпоративный стиль Audi. Да и в салоне немцы сохранили строгий дизайн, хотя добавили актуальные фишки. Например, переднему пассажиру дали отдельный экран. В виде планшета. А два основных экрана объединили в одну изогнутую плоскость. Правда, местами все же переборщили. Тоже по последней моде. Вместо селектора коробки теперь кнопки. А на водительской двери появился сенсорный блок управления. Под капотом сохранились и бензиновые, и дизельные моторы. Базовый бензиновый на 2 литра, он выдает 150 или 204 лошадиные силы. Привод передний, но в мощной версии можно доплатить за полный. Дизельный мотор тоже на 2 литра, на 204 силы, но с мягкой гибридной схемой, где электромотор добавляет еще 24 лошадки. Ну а еще немцы сразу представили заряженные версии S5 и для седана, и для универсала. Здесь под капотом тоже мягкая гибридная установка, но на базе V6. Итоговая мощность 367 лошадиных сил. Полный привод таким версиям положен по умолчанию. По ценам полной ясности еще нет. Немцы назвали только стартовую стоимость лифтбека. Она составит 45 тысяч евро, то есть примерно 4 миллиона 350 тысяч рублей по текущему курсу. Cadillac Escalade получил ожидаемый рестайлинг в стиле электрической версии Escalade IQ. От бывших фар остались узкие диодные полоски, а сами фары съехали вниз и стали вертикальными. Салон тоже обновился по знакомой схеме. Самое впечатляющее здесь это гигантский изогнутый экран на 55 дюймов во всю ширину передней панели. Строго говоря, это два экрана. Водительский на 35 дюймов и пассажирский еще на 20. Но выглядит все равно впечатляюще. Правда, управление климатом и вообще всеми основными функциями тоже выведено на сенсорный экран. Третий по счету. Еще американцы решили удивить отдельными решениями. Например, помимо базовых колес на 22 дюйма, можно заказать опциональные на 24 дюйма. Самые большие заводские диски для Escalade в истории. Двери теперь оснащены электроприводом открытия и закрытия. Причем водительская может открываться автоматически, когда к ней подходит водитель, а закрываться, когда он сядет и нажмет тормоз. А еще у машины появилась роскошная версия Executive для пассажиров второго ряда. Им дали выдвижные столики, центральную консоль с управлением функциями автомобиля, два экрана и две площадки для беспроводной зарядки. Задние кресла здесь оснащены массажем, а в подголовнике встроены динамики аудиосистемы. Под капотом у Escalade остались только бензиновые V8. Трехлитровый дизель отправили в отставку. Объем мотора в 6,2 литра. В стандартной версии он выдает 426 лошадиных сил, а в заряженном Escalade V 691 силу. Коробка передач 10-ступенчатый автомат. В общем, все здорово, разве что цены пока не назвали. А вот что не очень здорово, так это очередное повышение цены автомобилей в России. Минпромторг озвучил новые ставки утилизационного сбора, который нужно будет платить на импортные машины. Само собой, новые ставки выше, причем в России они будут ежегодно вплоть до 2030 года. Уже в этом октябре ставки вырастут сразу процентов на 70-85, а дальше будут увеличиваться еще на 10-20% в год. Например, за машину с объемом до 2 литров с октября хотят брать не 300 тысяч, а 550. При моторе от 2 до 3 литров не 850 тысяч, а 1,5 миллиона. При моторе до 3,5 литров не миллион, а миллион 800 тысяч. Ну, а за моторы больше 3,5 литров не миллион 200, а 2 300. Как объем двигателя связан с затратами на утилизацию, не спрашивайте. В общем, дешевых машин уже нет и в будущем они точно не появятся. Единственное утешение это то, что пока для физических лиц оставляют возможность возить по одному автомобилю в год по льготному телесбору. Ну, а новые импортные машины в конце этого года подорожают минимум на 250-350 тысяч рублей и выше. И с дальнейшим повышением ставок импорт моделей бюджетного и среднего сегмента вообще окажется под вопросом. Ведь здесь они будут в разы дороже и перестанут быть бюджетными. Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Lexus решился запустить в ограниченную серию Concept LBX Marisa RR. По сути, это Toyota Jar Yaris в шкуре кроссовера Lexus. От горячего Yaris'а тут и подвеска, и мотор на 3 цилиндра и 1,6 литра, выдающий 304 лошадиные силы. Причем от Yaris'а Lexus'у даже не пожадничали дать ручную коробку передач, хотя доступен и автомат. Привод полный, разгон до сотни занимает 5,2 секунды. Правда, выпустят такую версию только для Японии. И стоить она там будет минимум 3,6 миллиона рублей по текущему курсу. Помните первый автомобиль от Xiaomi, который представляли в марте? Так вот, у него будет экстремальная версия Ultra. На анонсе этой версии показали гоночный вариант с кузовом из карбона, который поедет ставить рекорд на Нюрнбург-Ринге. У него три электромотора общей мощностью 1548 лошадиных сил. А разгон до сотни чуть быстрее 2 секунд. Посмотрим, получится ли рекорд и какие показатели будут у серийной версии. Самое яркое обещание прошлой недели – это дорожная версия суперкара Red Bull RB17 от компании Lanzante. По сути, RB17 – это почти болид Формулы-1 в облике гоночной машины. Обещано, что мотором будет атмосферный V10 от Cosworth на 4,5 литра и 1000 лошадиных сил. Суперкар изначально будут строить как чисто трековую машину, но компания Lanzante обещает за доплату сделать его легальным для дорог общего пользования. И это очень амбициозный план. Наш дизайнер Никита Чаукока всегда подготовил свежие рендеры. Во-первых, он представил, как будет выглядеть BMW X5 нового поколения. И если вы думаете, что это странная фантазия, то нет. Машины в камуфляже уже тестируются и многие особенности дизайна уже видны. Так что Никита не фантазирует, он предупреждает, чтобы вы готовились. А вот второй рендер – это действительно пока фантазия. Никита представил, как могла бы выглядеть новая Lada Iskra в кузове хэтчбэк. Iskra должна в будущем заменить Гранту, а у Гранты кузов хэтчбэк был. Правда, в 2022 году его сняли с производства из-за низкого спроса. Могла бы Iskra исправить ситуацию? Напишите в комментариях. Ну и к нашим публикациям. Евгений Балабас прокатился на машине мечты многих взрослых мальчишек. Маслкари, Dodge Coronet, 1968 года выпуска. Под капотом тут V8 на 7,2 литра, а суровая внешность подтверждает суровую мощность. Да и судьба у этой машины была суровой. Ее пришлось восстанавливать практически с нуля, из состояния пустого гнилого кузова. За рассказом об автомобиле и красивыми фотографиями заходите на сайт. Помните, Bugatti недавно представила свой новый суперкар Tourbillon с мотором V16? Кажется, что это уникальная конфигурация. Но на самом деле она давно манит инженеров. Андрей Кринкин вспомнил все самые крутые автомобили с двигателем V16, который видел мир. Почитайте, это интересно. Наверняка вы слышали, что полис ОСАГО отменили для процедуры регистрации машины в ГИБДД. Но на самом деле вместе с этим в правила регистрации внесли и еще несколько важных поправок. Как все это будет работать и когда вступает в силу? Все это объясняет Алексей Кокорин. Заходите на сайт, чтобы быть в курсе нюансов. На сегодня это все, друзья. Все ссылки на материал вы как обычно найдете под видео на ютубе. С вами была Неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok